всем привет под прошлым видео по лору больше всего комментариев было за объекта 1976 года и школу кирк лонвуд что же это за объекты такие загадочные раз их так просят разобрать самый главный и центральный объект всей этой истории это сепи 1833 и представляет он собой школьный выпускной альбом а заглавленный как воспоминание 76 по всей видимости принадлежавший выпускнику школы этого года его главное свойство в том что любой кто окончил школу сам листа этот альбом начинает считать что в нем говорится о том классе в котором учился он поначалу читающему кажется что альбом наполнен теплыми школьными воспоминаниями его воспоминаниями в нем он находит на фотографиях себя и узнает в других запечатленных людях своих одноклассников предается различным воспоминаниям но чем дольше человек проводит за занимательным чтением тем больше видит негатива а вспоминаемые истории наполняются агрессии и насилием лица на фотографиях искажаются а пожелания одноклассников из обычных в духе счастья здоровья превращаются в проклятие и оскорбление дневниковые записи начинаются с воспоминаний о беззаботном детстве но понемногу приобретают все более мрачный тон появляются истории о драках и издевательствах которые в итоге доходят до подобия дневника то ли маньяка то ли жертвы на некоторых фотографиях альбома можно разглядеть марширующий оркестр который идентифицирован как оркестр школы кирклон вот эта школа судя по всему находится в том же городе что и школы выпускника изначального владельца альбома сам оркестр известен фонда в качестве себе 332 его аномальные свойства в том что он состоит из гуманоидов не нуждающихся в пище питье и отдыхе способных маршировать и играть музыку бесконечно долго при этом вовлекая в этот процесс всех окружающих которые также пытаются маршировать и издавать звуки похоже на ту музыку что играет оркестр не обращая внимание на голод жажда и усталость вот только потребности в пище и отдыхе у них не пропадают потому бедолаги марширует пока не упадут без сил кроме фотографий на страницах альбома также есть короткий дневник человека по имени ли который участвуя в обычной школьной жизни становится частью марширующего оркестра из кирклон вот лишенные своей воли и индивидуальности из рассказа мы видим что поначалу ли был обычным любителем музыки но как-то раз он отправился за музыкальными инструментами в магазин под названием синкоп симфония что можно примерно перевести как обморочная симфония но в русских переводах используется вариант симфонии глюка так что буду придерживаться такого варианта чтобы не расходиться с русским филиалом и так начав играть на инструментах из этого магазина горе музыканты постепенно превращались в существ составляющих SCP-332 не стареющих не знающих усталости не способных выйти из строя оркестра музыкантов из дневников видна еще одна интересная деталь что попавшие под влияние ощущают себя частью общей сущности этой самой симфонии глюка то есть это не просто название магазина с музыкальными инструментами а имя всей этой аномальной сущности частью которой в том числе становятся и музыканты но не только лишь сами инструменты приводит к такому результату руководство школы также дают какие-то таблетки всем марширующим в оркестре и устраивает постоянные изнурительные музыкальные репетиции своим новым ученикам из рассказов видно что директор школы максимально заинтересован в том чтобы все происходило именно так если бы фонд не обнаружил эту школу кто знает сколько подобных зомби бы создал загадочный директор чтобы увеличить симфонии глюка до максимальных размеров хоть в самом scp 332 показано что участники оркестра не могут вырваться из него героя повествования ли это удается переборов влияние симфонии он смог вернуть себе свободу воли после чего его находит фонд сепи и вводят ему амнезиак при расследовании инцидентов связанных с сепи 332 фондом также был обнаружен артефакт 1423 который представляет собой фотографию изъятую у человека которому фонд уже вводил амнезиак ну то есть скорее всего у того самого ли эта фотография также как и альбом способна воздействовать на разум того кто на нее смотрит заставляя его вспоминать лето проведенное после выпуска из школы посещать связанные с этим места и связываться с людьми встречными в этот период поначалу эффект кажется безобидным но со временем он только усиливается и человек уже не может жить иначе он буквально оказывается в плену тех мест где побывал тем самым летом на обороте написано фраза это был замечательный год не так ли эта фраза отсылает к третьей части истории про ли которая к сожалению пока не переведена в ней ли находит эту фотографию и даже несмотря на действие фондовских амнезиаков вспоминает лето 76 а также свое участие в симфонии так что возможно эта фотография была произведена самой симфонии для того чтобы вернуть ли обратно восстановив воспоминания стертой амнезиаками впрочем при изъятии этой фотографии он получил новую дозу амнезиаков так что возвращение в аномалию этому герою не грозит но вернемся к альбому листая его дальше читатель находит свою фотографию сделанную в музыкальном клубе по сюжету фотографии читатель узнавая себя видит что его травит и унижает другие посетители этого клуба что вызывает массу негативных воспоминаний поддельных воспоминаний по этому поводу даже у тех кто в этом клубе на самом деле вообще никогда не был фонд разумеется отправил группу оперативников на исследование этого клуба и в нем был обнаружен объект сепи 814 аномальный фонограф производства фирмы симфонии глюка способный воздействовать на пространство и время я не совсем понял как этот фонограф вообще относится к истории предметов 7 6 года но если зайти на английскую вики в обсуждении этого объекта можно примерно понять почему так происходит эта статья была склеена из двух разных историй двух разных авторов вдобавок переписано третьим автором так что наверное пытаться искать особенно много смысла в этом не нужно так что да смотрим что там дальше по альбому а дальше читатель переворачивает последнюю страницу и видит надпись мы отлично провели год не так ли не волнуйся насчет собрания одноклассников мы безусловно увидимся очень скоро с любовью твои лучшие друзья казалось бы на этом и должно закончится чтение но теперь нам предстоит раскрыть самую главную тайну лета 76 в этом файле объекта в эту цитату встроена ссылка на SCP-2316 объект который представляет собой озеро в котором наблюдатель начинает видеть плавающие в воде тела вернее изначально тел в воде не видно но чем сильнее человек попадает под его влияние под влияние этого объекта тем больше он видит плавающих в воде трупов и по ходу прогрессирования заражения начинает узнавать в них своих знакомых одноклассников членов семьи и в конце концов сам входит в воду и пропадает после этого его больше никто не видит или видит в качестве тела в воде я не вижу тел в воде я не вижу тел в воде это одна из меметических фразочек которую слышал наверное каждый фанат SCP но как же все это связано с летом 76 года для того чтобы это понять надо найти скрытый текст в самом файле объекта 2316 не буду говорить как это делается можете поискать сами но написано там вот что у вас мало времени вам нужно быстро уходить возвращайтесь к озеру войдите в воду посмотрите им в глаза это ваши друзья и ваши одноклассники вы ездили на озеро осенью 75 в юности разве вы не помните посмотрите им глаза я знаю вы можете услышать как они разговаривают с вами также как они разговаривали со мной не давайте вам говорить что это просто когнитивная угроза это была их вина они вызвали это мы все были невинные дети разве вы не помните и вы просто ушли и я остальные на дне озера ждут чтобы мы вернулись к ним и снова были вместе они хотят чтобы мы знали они хотят чтобы мы помнили просыпайтесь черт побери вспоминайте осень 75 года когда мы должны были выпуститься не позволяйте заставить вас забыть они зовут вас вы не можете их услышать и в самом конце этого послания можно найти ссылку на рассказ not fade away в котором рассказывается история парня увидевшего в бинокль это озеро этот парень был немало шокирован тем что он там увидел так как в воде плавали тела его одноклассников и родных прямо в этом озере это сразу заставило его вспомнить множество историй о своем прошлом который в свою очередь вызвали у парня приступ ностальгии и сильное желание броситься в воду спасать всех этих дорогих ему людей из прошлого он погрузился в воду по пути вспомнил что не умеет плавать и собственно утонул точнее как утонул он слился с озером слился со всеми утонувшими в этом озере и сам стал звать всех кто помнил его себе на помощь этот маленький рассказ и еще один похожий по смыслу под названием 5 июля 1975 раскрывает всю суть аномалии который представляет собой так называемые предметы из 76 года во-первых главное в них это сущности собраны из множества людей которые занимаются тем что стараются поглотить все больше новых людей стирая их личности это делает и марширующий оркестр и озеро с телами во вторых эти сущности заманивают в себя людей используя их воспоминания о прошлом альбомы со школьными друзьями да помимо с в 1833 теперь есть еще и альбом обозначенные как с и пи 49 76 то есть если верить сюжету этого объекта таких альбомов из разных школ много отдельные фотографии и наконец само это озеро в котором якобы плавают близкие люди все это приманки этих чудовищ стремящихся заманить в себя человека и поглотить его личность разум и энергию среди относительно новых объектов есть еще и описание иной формы этого существа scp 3776 который представляет собой лагерь отдыха под названием nimрод не известно где он находится но люди видевшие предметы с его атрибутикой становятся одержимыми фальшивыми воспоминаниями об отдыхе в этом лагере о том как им было интересно о том как классно они провели время они начинают пытаться его отыскать в лесах и горах и в итоге бесследно пропадают надо думать слившись сущностью известный как лагерь нимрод но непонятным пока остается одна вещь симфония глюка упоминается не просто как абстрактные названием всех этих чудовищ а также как и название аномальной организации который производит все эти предметы они рассказывают scp 4833 который как мы видим по большому номеру был написан недавно в этом объекте симфония глюка это небольшая организация состоящая из неизвестных людей которые занимаются созданием всего того о чем говорилось в этом видео впрочем после прочтения этого текста что есть симфония глюка по-прежнему непонятно так же как и до его прочтения потому что scp 4833 это по сути просто компиляция информации из других объектов в последнем приложении к этому объекту описывается обнаружение фондом единственного существа напрямую связанного симфонии глюка это гуманоид в белой карнавальной маске играющие на скрипке агенту фонда удается его опросить но на записи ответов существа не слышно вместо них помехи и само существо после опроса пропадает предметы 76 года так и остаются покрыты завесой тайны я не вижу тел в воде поэтому всем пока